Страны и обыватели Кубка даются с большим трудом. Пока еще Днепр ни разу не выигрывал с крупным счетом. Лишь ценой полной мобилизации сумел Днепр победить на своем поле одного из аутсайдеров. Лишь почувствовав угрозу поражения, днепропетровцы заиграли решительно, быстро и самоотверженно. Но вначале не пропустили мяч на 65-й минуте от Панченко, нападающего локомотивской командой. Кстати, в этой игре в обороне Днепр действовал не лучшим образом. И вот действия защитников Днепра во многом напоминали действия игроков обороны Ленинградского Зенита. И так, после того, как локомотив повел в счете, Днепр вдруг оживился и повел стремительные и острые атаки. Через 10 минут футболисты Днепра забили ответный мяч. Включился лютый. Нет, сейчас он промахнулся. А вот уже через минуту новая атака, и лютый бьет уже точно. Причем забивает свой такой коронный мяч головой. А еще через минуту Днепр уже выигрывал со счетом 2-1. Хорошо действовали все футболисты. В чужой штрафной площадке бил Тищенко. Мяч попал в шох и изменив направление. Оказался в сетке ворот. Трудная, но все-таки победа чемпиона страны со счетом 2-1.